Мы рады приветствовать вас на канале Геоцентр. По данным ведущих геофизиков, штат Калифорния ожидают разрушительные землетрясения в ближайшее время. Напряжение в районе системы Сан-Андреас говорит о том, что землетрясение большой магнитудой может произойти в любой момент, в результате чего могут пострадать миллионы людей. Сложность вопроса состоит в том, что нет надежных систем раннего оповещения, и такие серьезные землетрясения происходят без какого-либо предупреждения. Сейчас стоит вопрос только о времени, когда это произойдет, а не о вероятности события. По оценке специалистов, вероятность землетрясения с магнитудой более 7 в регионе штата Калифорния составляет 93%. Крупных землетрясений здесь не было с 1868 года. Как утверждают ученые из Университета штата Колорадо, землетрясение с магнитудой 7,9, произошедшее на Аляске 23 января 2018 года, стало последним напоминанием о серьезной сейсмической активности вдоль Тихоокеанского пояса. Профессор Ричард Астер из данного университета подчеркивает необходимость подготовки жителей данного региона к худшему сценарию развития событий. Сейсмическую ситуацию специалист оценивает как тяжелую. Для крупных землетрясений выше 7 Калифорния уже созрела. То есть сильное землетрясение в Калифорнии является геологическая неизбежность. На данный момент специальными службами разрабатывается план на случай сильного землетрясения, который предусматривает масштабное развертывание гражданского и военного персонала. Согласуются работы всех служб, которые могут оказать поддержку людям в случае чрезвычайной ситуации. Раннее предупреждение о землетрясении ни в коем случае не является панацеей для спасения жизни и имущества, но оно представляет собой значительный шаг в направлении повышения безопасности и осведомленности о землетрясениях вдоль западного побережья. Глобальные изменения климата уже влияют на жизнь и здоровье многих жителей планеты. И последние научные данные показывают, что эти процессы будут только усиливаться. Нужно уже сегодня реально объединиться в одну дружную мировую семью, отбрасывая в сторону все разъединяющие факторы, чтобы с честью пройти климатические испытания. Шанс выжить у нас более чем реальный. Вопрос только в выборе. В последний момент уже ничего не получится сделать, а сейчас еще можно действовать. Переселение в другие, более безопасные районы повышает шанс на выживание, а помогая друг другу, он приумножается многократно. Вместе мы способны пройти любое испытание. Объединение людей – залог выживания человечества. Не в моих правилах предсказывать что-то, давать прогнозы, но я кратенько для уважаемых бизнесменов просто сейчас скажу, что я бы не делал длительных инвестиций во многие страны, но в том числе, к примеру, в Соединенные Штаты Америки, в Японию, в Китай. Вот просто не делайте. Я ничего плохого не умею, ничего не предрекаю. Это факты, которые не сотрешь. Да и вообще, что такое инвестиции, что такое деньги. Пройдет немножко времени, бумажка, она останется бумажкой. Я же молчу об этих криптовалютах или еще что-то, когда исчезнет все в одночасье. И что потом? Но человечество, которое бы смогло объединиться, объединиться в Любви и уважении, как одна семья, какой оно должно быть на самом деле, всё это человечество, оно бы смогло противостоять всему, чему оно было. Понятно, что в любом случае уже поздно разворачивать историю и что-то делать. Как бы мы этого ни хотели, мы не сможем прийти к тому, мы прошли это время для того, чтобы всё прошло гладко и не было бы разрушений, не было бы катастроф. Будет это уже неизбежно. Вопрос в том, как мы пройдём этот период времени, с каким исходом.